На клетчатой бумаге проведена прямая и отмечены ее точки пересечения с горизонтальными прямыми сетками. Докажите, что эти точки идут через равные промежутки. Это очевидно? Обычная клетчатая бумага. Обычная. Берем совершенно любую прямую промежутку и отмечаем точки пересечения с горизонтальными прямыми. Что у нас будет? У нас возникает просто теорема Фалеса. Согласны? И значит эти точки пересечения пойдут через совершенно одинаковые отмечения. Отлично. Отлично. Значит, 303-ю я вам, конечно, нарисую, хотя, если честно, я уверен, что вы ее и без меня абсолютно понимаете. То есть в треугольнике взяли две стороны и разделили каждую из них в отношении 3 к 4. То есть здесь вот отрезок 3х, 4х, 3у, 4у. Доказать, что возникший отрезок параллелен стороне. Правда, что это очевидно? Ну, потерялись. Правильно. И сегодня я туда все уже решаю. Правильно? Только там было 2 к 1, а сейчас 3 к 4. Так? Так, отлично. И, соответственно, какую долю составляет этот отрезок от этого? Какое? Сколько? Сколько? Неверно. Нет, неверно. Сколько? Две пяты. Так, среди кого я живу? Ребята, почему? Какую долю составляет вот этот отрезок? Посмотрите, есть у вас два треугольника. Они подобны. Какой коэффициент подобия? Ребята, вот этот треугольник, он по форме такой же, как весь большой. В сколько раз надо сжать вот этот большой отрезок, чтобы получить маленький? Да? Четыре. 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 Сколько? Надо, смотрите, надо все сжать. Семь раз и умноить на три. Три. Три седьмых. Не понимаете? Не понимаете? Ну что, тогда все плохо. Господа, смысл такой. Когда у вас есть вот эти вот три-четыре, то что бывает, если вы так вот здесь проведете? Понимаете, что возникли такие прямые на одинаковых расстояниях? Или нет? Или нет? Да. Да. Да? Отлично. Отлично. А что бывает, когда вы здесь проведете? То же самое, да? То же самое, да? Когда вы здесь проведете? Ну, извините, что я немножко криво, но... Понятен смысл? Понятен смысл? А? На сколько треугольничков разбилась вся эта картинка? На сорок девять. На сорок девять, конечно. Не понятно? Семь на семь, сорок девять. Вот этот треугольник, одна сорок девятая от всего. Соответственно, вот эти отрезочки, они все что? Все одинаковые. Значит, здесь их три, а здесь их сколько? Семь. Поняли, откуда берется тысячи годов? Отлично. Так, задача триста пятая. Как разделить отрезок на 2017 равных частей циркулем и линейкой? Это было сегодня уже... На сколько частей? На 2017, то есть это 2017 год. Ну, берем отрезок. Здесь 2000... Берем отрезок, дальше что делать? Увеличиваем в 2017 раз? Берем произвольный отрезок и пошли... Ну, то есть провели прямую и пошли отщелкивать. Согласны? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Может, я не буду до 2017? Вот там где-то будет 2017, да? Вот здесь вот был один, потом два, потом три, четыре и так далее. 2017. Дальше что делать? Проводим и... Согласна? Да. Алексей Сергеевич, а можно, смотрите, взять середину этого отрезка, увеличить его по горизонтали в 2017 раз? Да. Ну, его оставить. Взять точку, это будет... А потом провести периодику. Нет, можно. И там будет... Понятно, что это состояние не единственное. Более того, если кто-то ходил на все занятия, то помнит, что как раз мы вообще обсуждали, как это сделать только одним циркулем. Нет, ну, это очень понятно. Если знать, что такое инверсия, то можно даже не использовать линейку. Я сейчас не буду на это время тратить. Продолжение следует...